ребят всем привет принесли мне два телефона это iphone 4 и iphone 7 plus значит iphone 4 тут получается вообще не реагирует ни на что вот чтобы мы не делали то есть ноль реакции он реагирует только тогда когда мы его подключаем к компьютеру или к зарядке неважно после этого он включается висит на заставке яблоко выключается потом опять висит и так бесконечно здесь я выяснил что проблема с аппаратной частью они программной поэтому с этим телефоном я разберусь попозже а сейчас я вам покажу как решить проблему с iphone 7 plus этой же инструкция подходит для любой продукции apple планшеты часы телефоны и так далее одна из самых популярных проблем это висит на шнурке как народе говорят просит подключиться к айтюнс к тюрьму подключаем а толку 0 то есть программа айтюнс не может решить нашу проблему что в таких случаях нужно делать смотрите вот он сейчас выключился вот я нажимаю не реагирует сейчас я его включу все ведь он запускается и сразу же опять же показывает подключение к айтюнс в этом видео вас научу не только как решить проблему вот такую как вы видите сейчас подключение к айтюнсу но и любую другую проблему которая связана с проблемной частью продукции apple это телефон может зависать телефон может плохо работать может синий экран появится может быть камера не работает вообще ни на что не реагирует висит на яблоки и так далее то есть тут проблема может быть программный и сегодняшнее видео покажу как решить любую программную проблему на любой продукции apple если вам принес клиент телефон не говорит что допустим вот у меня телефон висит на айтюнсе или у меня телефон не включается или у меня телефон тормозит что можно сделать не нужно сломя голову бежать там быстрее его разбирать и смотреть что там может быть не так нет сперва нужно проверять программную часть то 90 процентов случаев это бывает именно с программной частью когда телефон не бит не падал то как я уже сказал проценты 90 это программная часть именно поэтому всегда сперва нужно проверять программную часть если это не с программной частью то тогда уже делать ремонт разбирать и смотреть в чем может быть проблема моя инструкция будет очень полезна для ремонтников для тех кто собирается занимается ремонтом для программистов для людей как я которые скупают проблемные телефоны потом их чинят и продают ну и в конце концов для обычных пользователей есть одна очень замечательная программа которая решает все проблемы которые связаны с программной частью и именно с ней я вас сегодня познакомлю итак давайте перейдем к компьютеру и я вам покажу что нужно делать итак давайте запустим нашу программу после запуска программы она будет требовать нас подключить наш девайс к компьютеру подключаем сразу же программа определяет нашу проблему и предлагает ее решение внизу слева ваша модель пишется и так смотрите вот она просит нас чтобы мы нажали на выйти из режима восстановления и наша проблема будет решена но давайте посмотрим что третий пункт третий пункт поможет нам решить более 50 проблем связанных с операционной системой если у вас а и с ниже 11 то выбираем левый пункт есть лежи 11 версия то выбираем правый пункт нажимаем исправить и наша проблема решится но давайте мы нажмем на выйти из режима восстановления и посмотрим как программа сумеет решить нашу проблему я взял телефон в руки чтобы вам было видно и давайте сейчас мы нажмем на выйти из режима восстановления программе написано что все прошло успешно ваш телефон готов к работе вот таким вот легким способом можно решить вашу проблему связанную с аппаратной частью на вашем телефоне часах или планшетом ссылка на программу будет в описании под этим видео ну а если вам было полезно знать эту информацию то поддерживаем видео и удачи в решении ваших проблем если вы не можете решить ваши проблемы то вы можете смело писать в комментарии а также мне в контакте в группе ссылка тоже будет в описании под видео все всем еще раз спасибо всем пока а